привет всем дорогие друзья сегодняшнее видео я хочу с вами поделиться вот таким вот необычно красивым способом набора петель ну какие способы мы только не использовали ну вот такой я не встречала и поэтому вот записала видео и хочу вам показать вот этот вот образец связан из пряжи потоньше вот так он смотрится наборный кран получается такой немножко утолщенный он не будет сильно растягиваться не скажу что он сильно эластичный но такой в меру вытягиваться он не будет очень интересно смотрится и вот этот из пряжи потолще тут вот прямо богата такой вот утолщенный так вот он смотрится по изнанке и вот это его лицевая сторона вот так красиво смотрится но и сейчас я покажу как он выполняется так для образца я взяла пряжу потолще и соответственно спицы тоже потолще чтобы хорошо видно было так формируем первую петлю петли набираем на две спицы на две спицы так рабочая нить у нас которая от клубка располагается на указательном пальце и свободный кончик на большом пальце все как при наборе классическим способом так но и здесь смотрите как он выполняется так спицы заводим под нить которая у нас на большом пальце вот по две ниточки захватываем ниточку с указательного пальца затем не сбрасывая вводим спицы между нитями на большом пальце захватываем с указательного пальца и повторяем это действие еще раз под две ниточки на большом пальце захватываем с указательного пальца возвращаемся и между нитями на большом пальце и с указательного пальца вот теперь все и теперь подтягиваем все эти петельки вот это как бы у нас первая петля она состоит из четырех петелек и точно так же набираем последующие петли показываю медленно и еще раз повторяем те же действия и подтягиваем под две ниточки на большом пальце захватываем ниточку с указательного возвращаемся затем между нитями на большом пальце с указательного и повторяем эти действия еще раз ныряем под ниточку на большом с указательного и между нитями на большом с указательного все тут прямо на туго так подтягивается еще раз повторю то есть в общем то ничего сложного здесь нет затягиваем и последнюю петлю как обычно кромочная и так мы набрали петли одну спицу вытаскиваем и смотрите что у нас получилось у нас получилось петли набраны вот такими вот пучками 1 2 3 4 пучка у меня по 4 петли в каждом и плюс 2 кромочные и того 17 петель при вязании у нас убавиться по одной петле в каждом пучке то есть это вот учитывайте когда будете набирать какое-то определенное количество петель так поворачиваем вязание и начинаем вязать первый ряд кромочную петлю мы провяжем лицевой следующую первую и вторую петлю провязываем тоже лицевыми петлями а дальше мы будем провязывать по 4 петли вместе за заднюю стенку 4 петли вместе за заднюю стенку вытягиваем петлю делаем накид и еще раз провязываем эти 4 петли то есть у нас получилось из 4 петель 3 и дальше повторяем все до конца ряда то есть провязываем по 2 петли вот по 4 петли то есть две петли с одного пучка и 2 с другого за заднюю стенку вытягиваем петлю накид и еще раз эти же 4 петли так а следующие так поочередно до конца ряда лицевая накид и еще раз провязываем лицевыми и в конце ряда у нас остается две петли так же как и вначале провязываем их лицевыми и последнюю кромочной провязали следующий ряд вяжем все петли изнаночными провязываем все петли до конца ряда изнаночными так провязали так и следующий ряд смотрите вот в этих образцах я вязала следующие два ряда резинка один на один вот она резинка один на один и вот так получается по изнанке и по лицевой стороне и в этом и в этом варианте точно также резинка один на один край получается ровный и не закручивается он не скажу что он прям сильно эластичный он не будет вытягиваться так и вот один образец я вязала не резинкой а лицевой гладью вот так смотрится и тут смотрите тут может край немножко закручивается все это будет зависеть от той пряжи которую вы будете вязать то есть не вся пряжа имеет свойство закручиваться но в большинстве случаев я думаю что закручивается край поэтому чтобы он вот так не закручивался вот лучше привязать резинкой один на один буквально два ряда кромочную снимаем и вяжем резинкой один на один одна лицевая 1 изнаночная буквально два ряда этого будет достаточно вяжем до конца ряда ну и по изнаночной стороне повторяем все то же самое резинка один на один вот и все дальше можно будет уже перейти к основному узору и вот такой вот наборный край получается очень красиво смотрится куда можно использовать да хоть куда и для вязания шапок вот начало ряда то есть кромка будет вот так красиво смотреться оригинально и для вязания свитеров кардиганов на ваше усмотрение куда хотите туда используйте вот такой вот интересный наборный край я вам хотела сегодня показать пишите понравился или нет знакомы с таким способом или нет всем пока и до встречи в новых видео